Божественное водительство посредством молитвы. Вы всегда готовы проникнуть в любую лазейку, чтобы отворотить людей от чистых принципов Слова Божьего. Люди, наученные и ведомые Богом, не будут следовать вымыслам, которые не могут быть подтверждены словами «так говорит Господь». Вы должны воспитать в себе здравое суждение, чтобы оно было сильным и эффективным. Вам необходимо молиться о руководстве и вручить свой путь Господу. Вам нужно оградить свое сердце от всякого безумия и греха и открыть для небесного влияния. Вы должны максимально использовать свое время и возможности, чтобы развить гармоничный характер. Каждой семье должно быть установлено определенное время для утренней и вечерней молитвы. Как это уместно родителям собирать своих детей до завтрака, чтобы вместе возблагодарить небесного Отца за его защиту в ночи и просить его о помощи, руководстве и попечении на протяжении дня. Хорошо, чтобы и вечером родители и дети еще раз собрались перед ним и возблагодарили его за благословение прошедшего дня. Посвящайте себя Богу каждое утро. Пусть это будет первым вашим делом. Молитесь так. Возьми меня, Господи, я всецело принадлежу Тебе. Я кладу все свои планы к Твоим ногам. Используй меня сегодня в Твоем служении. Прибудь со мной, чтобы все мои труды в Тебе совершались. Это необходимо делать каждый день. Каждое утро посвящайте себя Богу на предстоящий день. Подчиняйте Ему все свои планы. Будьте готовы выполнить их или отказаться от них, следуя тому, что Он в Своем предвидении укажет вам. Таким образом, вы сможете изо дня в день отдавать свою жизнь Богу. И она все более и более будет уподобляться жизни Христа. Вам следует научиться видеть не только глазами, но и разумом. Вы должны воспитать в себе здравое суждение, чтобы оно было сильным и эффективным. Вам необходимо молиться о руководстве и предать путь свой Господу. Вам нужно закрыть свое сердце для всякого безумия и греха и открыть для небесного влияния. Вы должны максимально использовать свое время и возможности, чтобы развить гармоничный характер. Обращаться в молитве к Богу уместно в любое время и на всяком месте. Ничто не может помешать нам открыть свои сердца в искренней молитве. Даже среди уличного шума, в толпе или занимаясь своим обычным делом, мы можем обращаться к Богу, прося Его о помощи и руководстве, как это делал Ниеме в то самое время, когда излагал свою просьбу царю Артаксерксу. Поддерживать тесное общение с Богом можно везде. Дверь нашего сердца должна быть постоянно открыта, с приглашением для Христа, чтобы Он мог войти и пребывать в нашей душе, как желанный небесный гость. Хотя нас может окружать порочная и разложившаяся среда, нам незачем дышать ее вредными испарениями, ведь мы имеем возможность жить в чистой атмосфере неба. Вознося в наши сердца в искренней молитве к Богу, мы можем сохранить себя от нечистых и худых мыслей. Люди, сердца которых открыты для влияния Божьего и Его благословений, будут жить в более святой атмосфере и иметь постоянное общение с небом. Возможность молиться так, как это делал Ниеме в момент отчаяния, должен использовать каждый христианин в обстоятельствах, когда невозможна иная форма молитвы. Те, кто ежедневно работает с людьми и испытывает смущение, могут направлять Богу свои просьбы о водительстве. Путники, находясь на море или на земле, когда им угрожает какая-либо опасность, могут подобным же образом верить себя в руки Божьи. Во время неожиданных затруднений и опасностей человек может вызывать о помощи к тому, кто с клятвой обещал прийти на помощь своим верным детям, когда бы они не обратились к нему. При любых обстоятельствах, в любых условиях, душа, обремененная горем и заботой, или одолеваемая искушениями, может найти поддержку, помощь, защиту и уверенность в любви и силе Бога, хранящего свой завет. Подобно Нафанаилу, каждый человек должен изучать Слово Божье самостоятельно и молиться о том, чтобы Святой Дух просветил его. Увидевший Нафанаила под смоковницей, увидит и нас в наших потаенных местах молитвы. Ангелы из обителей света никогда не оставят тех, кто смиренно просит о божественном руководстве. Видимый и невидимый мир тесно соприкасаются между собой. Если бы мы имели возможность приподнять завесу, то увидели бы, как злые ангелы сгущают тьму вокруг нас и используют всю свою силу, чтобы губить и обольщать. Злые духи окружают нечестивых людей, влияют на них и помогают им. Верующий и молящийся человек отдаёт свою душу божественному водительству, и ангелы Божьи приносят ему свет и небесную силу. Познание истины зависит не столько от силы интеллекта, сколько от чистоты намерений и простоты искренней веры. Ангелы Божьи приближаются к тем, кто в смирении сердца ищет божественного руководства, и Святой Дух данным для того, чтобы открыть неисчерпаемые сокровища истины. Родители, смирите свои сердца перед Богом. Начните основательно трудиться для своих детей. Умоляйте Господа простить ваше неуважение к Его Слову, выразившееся в том, что вы пренебрегли правильным воспитанием ваших детей и не направили их на путь, по которому им надо идти. Просите света, руководства, чуткой совести и ясного видения, чтобы замечать такие молитвы, исходящие из чистого и сокрушенного сердца. Бог открывает свою волю тем, кто искренне жаждет Его водительства. Причина твоего неуспеха кроется в том, что ты отказался от познания и исполнения воли Божьей, поэтому ты ничего не знаешь наверняка. Те, кто не желает принимать ясные и нелицеприятные истины Библии, постоянно изобретают приятные басни, чтобы ими успокоить свою совесть. И чем меньше духовности, самоотречение и смирение требуют то или иное учение, тем более благосклонно оно принимается. Свой интеллект люди ставят на службу плотским желанием и тем самым ослабляют его. В своем высокомерии, считая себя слишком мудрыми, чтобы изучать Писание с покаянием и искренней мольбой о божественном водительстве, они остаются незащищенными от сил тьмы. А сатана готов удовлетворить их желания и, пользуясь случаем, подсовывает им ложь вместо истины. Многие люди не способны строить определенные планы на будущее. Их жизнь не устроена. Они не могут предвидеть итог своих дел, и это часто наполняет их душу беспокойством и волнением. Будем же помнить, что дети Божьи в этом мире странники. У нас недостаточно мудрости планировать свою жизнь, не наш удел намечать свое будущее. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Послание к евреям, 11 глава, 8 стих. Христос в своей земной жизни не строил относительно себя никаких планов. Он принимал Божьи планы, и день за днем Отец раскрывал Ему свои намерения. Так и нам следует положиться на Бога, чтобы наша жизнь оставалась смиренным исполнением Его воли. Если мы вверяем наши пути Ему, Он направит наши стопы. Слишком многие люди, планируя блестящее будущее, терпят абсолютный крах. Пусть Бог планирует за вас. Как малое дитя, уповайте на водительство того, кто блюдет стопы своих святых. Первая книга Царств, 2 глава, 9 стих. Дети Божьи сами бы выбрали те пути, которыми ведет их Бог, если бы могли видеть конец от начала и предвидеть славную цель, которую они осуществляют как соработники Бога. Если вы посвятили себя Богу для совершения Его дела, то вам нет нужды заботиться о завтрашнем дне. Тот, кому вы служите, знает конец от начала. События завтрашнего дня, сокрытые от вашего взора, известны Ему, Всемогущему. Когда мы берем в свои руки дело, которое нам необходимо совершить, и полагаемся в надежде на успех, на собственную мудрость, то взваливаем на себя бремя, которое Бог не возлагал на нас, и пытаемся нести Его без Его помощи. Мы берем на себя ответственность, которая принадлежит Богу, и, по сути, ставим себя на Его место. Нас могут коснуться всевозможные волнения, опасности и потери, а без них в жизни не обойтись. Но если мы искренне верим, что Господь нас любит и желает нам только добра, мы перестанем беспокоиться о будущем. Мы вполне доверимся Богу, как ребенок доверяется своим любящим родителям, и тогда наши беды и мучения исчезнут, ибо наша воля растворится в воле Божьей. Елизер молился о Божьем водительстве и получил его. Вспоминая слова Авраама, Бог пошлет ангела своего перед ним. Он сердечно молился о помощи. В семье своего господина он привык к постоянной учтивости и гостеприимству, и теперь умолял, чтобы проявление вежливости отличило девицу, избранную Богом. Едва он окончил молиться, как уже получил ответ. Среди собравшихся у колодца женщин одна привлекла его внимание своими учтивыми манерами. Как только она отошла от колодца, незнакомец подошел к ней и попросил немного воды из кувшина, которую она держала на плече. Девушка радушно откликнулась, она вызвалась также начерпать воды и для его верблюдов. Обычно дочери князей сами поели скот, принадлежавшие родителям. Итак, знак, которого ждал слуга, был ему дан.